продолжаем мы также в руках держим свое кружево не обращая внимание на основу очень удобно и в кресле можно сидеть то есть когда некоторые мастерицы говорят что не вяжут по манекену меня это удивляет то есть прыгают по манекену что ли вокруг манекена и очень неудобно как это я поздно тому манекену вяжу вот смотрите мы приметали да и беру просто вот часть приметана а вот часть уже которую я начала обвязывать обвязываю дальше навязываю некий кусочек который я чувствую что он не деформирует мое изделие разложится по полотну хорошо плавно и ровненько и так вот навязываю навязываю это может быть вот такое сейчас я покажу навяжу кусочек и потом опять отпарим приметаем и так далее до того пока не сделаем свое изделие вот такая получилась у нас штучка что я делаю вот так просто присобираю такое комочек под надуваю свой шарик чтобы понять как разложится вот этот навязанный кусочек уже на полотне на ровном полотне это чтобы не раскладывать каждый раз так вот на столе на плоскости на плоскости и это неудобно и смотреть как там у меня это все ляжет вяжет и пристегнется при усваиваю я просто когда во время вязания я делаю такой вот подушечку типа вот как наши бабушки до вязали на коклюшках на подушках они делали такую основу подушечки тут тот же метод получается вот на подушечке видно как она хорошо распределяется и и я вижу что она уже сюда просится просится значит прикрепим прямо вот берем вот так вот смело прикрепляем так оно у нас вроде хорошо влюблась дальше вяжем дальше вяжем если тот же метод прожилок то есть берете сразу допустим 3 3 воздушные и смотрите вот отсюда можно и начать ввести наши прожилки получать имитацию листочка 2 одну между ними тушь ваша фантазия столбик без накида столбик с накидом и сейчас это можно варьировать тоже соответственно желание получающимся рисунком видите как я постоянно как бы подправляю свою подушечку и на подушечке и вижу подушечки ты нажила посмотрела так хорошо раскладывается дальше вяжу допустим я хочу сейчас сюда пойти обвязку могу здесь расклешить каким образом поближе навязывать здесь сделать две воздушные между столбиками а здесь их ближе располагать линия так вот веерочком у нас разложится допустим еще один столбик с тремя накидами сделаю тоже поближе сюда поближе к предыдущему столбику тогда у меня получится веерочек из этих прожилочек таким образом то я верхнюю линию буду вести так что вы где-то ее здесь прислонить прикрепить а могу просто взять и начать столбиками или знаки довязывать и с их помощью перейти в нижнюю часть ажурного полотна вот навязала хотелось мне тут что-то оформить и я выкрепляю здесь вот такая получится выкрутасина здесь у нас здесь можно вот так и под цепочку колоть и в столбики это уже вы посмотрите как ведет полотно себя и будете соответственно своим желанием управлять этим полотном так применяем разные методы всевозможных столбиков раз два допустим вот или так куда-то сюда прийти в принципе можно просто цепочку убрать еще вот такую смелую и прийти этой цепочкой так сюда прям вот так все сюда прикрепите и крепите вот так можно смотрим примерно так вот между пальцами растягиваем уже навязанное кружево и смотрим куда его можно сюда вводит оно кучеряется вот если так вот аж сюда сюда можно повернуть и вязать в обратную сторону делать уже обвязку обвязку вот этих жилочек прожилочек чтобы навязали вязать столбиками без накида и вот получится более уплотненные прожилочки которые будут создавать рисунок нашего кружева так навязываем внутри 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 и что-нибудь саму я навязала видите такое специально как бы вот гуляющий очень полотно казалось бы оно неровное это сюда это сюда чтобы вы увидели как оно сейчас разложится вроде сейчас такая форма а когда мы ее отпарим по макету и приметаем мы посмотрим какая получилась у нас форма идет уже уже хлипко уже можно скукожить полотно поэтому вот такой навязали отпариваем приметываем немножко пар включаем немножко включаем утюг разогрелся немножко на пар поставили и проходим вот у нас где мы вот так ставим утюг и расправляем пальчиками в разные стороны куда пойдет наше кружево так вот растягиваем его по мере возможностей вот куда оно потянется даже так немножко усилия прилагаем вот так вот видите какая форма получилась вроде не предвещало ничего похожего пока мы навязывали пока она была не отпарена оно было более окружное что ли а тут появились даже такие резкие красивые ответвления да и мы теперь закрепим приметаем и пойдем дальше обвязывать по получившемуся вот уже рисунок нам подсказывает что как дальше вести себя я специально навязала такую непонятную форму ну чтобы вам было не страшно в дальнейшем если у вас вот такое что-то пучерявое получится не спешите распускать жалко это же все-таки жизнь творчество вот видите какая тут интересная вот оно и туда и сюда и вроде вот так вот если посмотреть то оно очень не имеющее форму черти что как я говорю да мы сейчас ему придадим форму с помощью утюга и пара тоже включаем пар и вот место где у нас уже приметана вот так вот подтягивая растягивая в разные стороны равномерно и даем и даем форму нашему будущему изделию сейчас посмотрим что у нас получится тут вот 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 что получилось мне уже даже нравится и сейчас обращу ваше внимание на вот эту часть это уже мы приближаемся к концу рукава тут короткие любой длинный край изделия ворот низ допустим юбки любой край чтобы рукава были одинаковые по длине и ширине и прочее чтобы край был ровный нужно будет нам сделать наметку по краю такую крупную крупную наметку я сейчас сделаю и потом покажу как с помощью этой наметки мы будем регулировать длину рукава я сделала наметку по краю специально толстыми нитками чтобы удобно было подхватывать под нее по краю рукава ну в принципе это нужно сделать по всем краям по вороту то есть можно сделать по вороту вот смотрите у нас тут ворот вот такой да вот такой закругленный а кто-то хочет например сделать ворот острый здесь вы рисуете наметкой проходите вот так наметкой как острый угол и просто до наметки навязывайте а вот эту часть уже не обвязывайте и у вас будет ворот и или так какой угодно вам формы то есть если бы эта футболка была как водолазка то можно было бы здесь вообще нарисовать любой ворот и потом его вывязать так смотрите я примерно подошла уже близко к краю тут я просто очень внимательно не буду много навязывать а буду внимательно подходить сюда допустим я еще сделаю несколько петель и они у меня уже достигли вот наметки я просто чтобы прикрепить сюда на концу рукава свое изделие и чтобы не идти дальше чтобы уже ограничиться этим я вот что делаю я под наметку завожу крючок и провязываю петлю ну как обычно в цепочке да а потом просто иду дальше навязывать свой интуитивный рисунок кружева допустим я захочу вот кричиток в Перед камерой неудобно мне руки вперёд, а когда вы будете вязать, вам будет намного удобнее, потому что вы будете сидя в кресле или на стуле, или как-то так удобно усядетесь, и будете просто всё это держать в руках, перед глазами, и будете спокойно, с удовольствием вязать. Подхожу, допустим, сюда. В данном случае у меня получается рисунок не как лепестки роз упали друг на друга, а как листочки какие-то ажурные, выеденные червячками. Ажурные листочки упали друг на друга. Там кусочек виден, там кусочек. И вот получается такая филигрань необыкновенная. Сейчас покажу, что получается. Вот я пристегнула сюда, дальше я могу. Потому что когда я буду в следующий раз отпаривать этот кусочек, пропаривать утюгом, он уже никуда не сдвинется, он уже будет четко здесь. И от него я буду уже выпаривать это кружево в разные стороны и смотреть, куда оно хочет повернуть и лечь. Допустим, я сейчас еще проезжу. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот у меня как оно получилось. Видите? Вот как оно себя ведет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И можно здесь опять пристегнуться под наметку. Просто под наметку заводите крючок, провязываете петлю. Дальше потом наметка срежется, ниточка отсюда вынимается и остается просто ровненький рукавчик. Ну, это вы увидите уже, когда я закончу изделие. Я и сама посмотреть хочу, что у нас получится. Но мне уже нравится. Сразу как-то было непонятно. Я такими листочками еще никогда не вязала. Тут подсказывает случай, нитки. В общем, подсказывает жизнь, как рождаться кружеву. Подсказывает сам макет. В общем, как-то так все само собой рождается. И очень интересно наблюдать за этим рождением и развитием. очень интересно. И я благодарна вам, дорогие друзья, что вы меня просите делать мастер-классы. Для меня это такой стимул, скажу громко, творить. Потому что я не знаю, когда бы я связала еще себе такую лузу оригинальную, ажурную. Может, кто-то захочет ее потом выкупить. Посмотрим. Так. И вот, смотрите, тут, поскольку я уже пристегнулась, изделие хочет, кружево хочет как бы туда вернуться. Я, не навязывая больше ничего, я пойду сейчас припарю вот это дело, отпарю, разровняю и приметаю уже вот сюда, в такое положение, чтобы уже не деформировался рукавчик, а шел именно по наметке, чтобы не выскакивался наметку. чтобы не распускалась, я еще раз напоминаю, чтобы не распускалась наше интуитивное кружево. Каждый раз, когда останавливаетесь, просто делаете большую петлю, в нее пропускаете клубочек и подтягиваете. Теперь кружево не распустится, можно спокойно с ним дальше общаться. и пропариваем. Вот так, как мы хотели ему придать такое положение. Вот. Потом мы эту часть приметаем, ну и соединим, соединим уже с этой частью. Пройдемся как-нибудь. Тоже интуитивно. В результате, видите, у нас уже сколько навязано вокруг рукава. Теперь я, наверное, обойдусь пока без комментариев. Провяжу. И когда дойду вот сюда вниз, под мышкой, чтобы какие-то уточнения сделать, вот здесь вот вам покажу. Ну, в принципе, вот видите, она расправляется, эта подмышка. Вот таким образом. И тоже сюда наметываете по маленькому кусочечку. Припариваете, отпариваете, приметываете. Отпариваете по маленькому кусочку. Чем больше углов, тем меньше, значит, по маленькому кусочку вы сможете аккуратненько наприметывать. и у вас получится форма рукава, подмышки. То есть, без шва у вас получится. Блуза без шва. Просто тут надо иметь терпение по кусочку, по кусочку навязывать, приметывать, навязывать, приметывать. такой процесс у нас. Интуитивный и медитативный. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее.